Сегодня в чайных параферналиях. Эффект чайника во всех его аспектах, теоретическом, практическом и компенсаторном. Ройбос и восстановление исторической справедливости, черный чай, сличий и купуасу. И спасибо всем, кто помогает делать чайные параферналии. Поддержать нас рублем можно по ссылке в описании ролика. Здравствуйте. Оказывается, еще в сентябре 2021 года в кембриджском журнале «Механики жидкости» была опубликована статья, которая в очередной раз теоретически обосновывает эффект чайника, который в простонародье часто называют эффектом Коэнда. И который состоит в том, что струя жидкости, проистекающая из какого-нибудь сопла, имеет свойство отклоняться к стенке этого сопла, ну а в некоторых случаях даже прилипать к ней. В случае с чайниками нам этот эффект всем известен по огорчительному свойству чая. Иногда литься не из носика, а по носику и там оставлять огорчительные капли на скатерти, блюдцах или где-нибудь еще. Несмотря на то, что и опытные конструкторы чайников, и опытные манипуляторы с чайниками давно уже научились этот эффект чайника компенсировать, описать его теоретически оказалось довольно сложно. Дело в том, что он на поведение струи жидкости, вытекающие из сопла, влияет большое количество факторов, начиная, например, от гравитации и заканчивая материалом, из которого изготовлены сопла чайника, ну или носик чайника. Чем этот материал гидрофобнее, тем лучше течет. Ну и на самом деле ученые пытаются теоретически разобраться с этой проблемой примерно с 1930-х годов, постепенно приближаясь к ее решению с разными там ошибками, отклонениями и так далее и тому подобное. Ну и на самом деле и всех, и ученых, и журналистов невероятно забавляет несоответствие такой простой повседневной задачи и мощной теоретической модели, которая нужна для того, чтобы ее описать. Недаром в 1999 году очередная группа ученых, которые попытались эту проблему теоретически описать, за свое описание получили Шнобелевскую премию. В 2019 году нидерландские ученые построили достаточно точную математическую модель эффекта чайника, из которой следует, что на поведение струи жидкости, проистекающей из сопла, влияет скорость этой самой струи, которая в свою очередь зависит от вязкости жидкости и от инерции, которую эта жидкость умудрилась набрать до попадания в сопло или в процессе прохождения по соплу. Ну а в той статье 2021 года, о которой мы уже говорили, уже австрийские ученые к этим двум факторам добавили еще один — силы поверхностного натяжения, которые, как известно, действуют по касательной поверхности жидкости и становятся значимыми на низких скоростях проистекания жидкости из сопла. То есть вначале, когда чайник только начинают использовать, и в конце, когда его перестают использовать. Как раз в это время скорость проистекания жидкости из чайника невелика, и силы поверхностного натяжения начинают притягивать струю жидкости к носика чайника. Ну, здесь бы, на самом деле, можно было бы углубиться в такую злую иронию и начать рассказывать о том, что ученые наконец-то все поняли, и они на самом деле не такие дураки. Но от этой иронии, пожалуй, следует воздержаться. Потому что одно дело какой-то интуитивный опыт или какие-то, ну, как бы наработанные навыки, а другое дело — математическая модель. Все эти безумные формулы, совершенно неподготовленные ему человеку непонятные, которые есть в статье под ссылкой, они, на самом деле, в конце концов, могут превратиться в методику расчета параметров чайников, ну, например, для печати последних на 3d принтерах. Если же переводить все в практическую плоскость, то надо сказать, что эффектом чайника можно управлять на трех уровнях, которые, пожалуй, можно назвать конструкторским, операционным, ну и компенсаторным. Конструкторский уровень — это когда вы выбираете чайник удачной конструкции. Ну, то есть такой чайник, который обеспечивает высокую скорость истечения струи из носика и не дает силам поверхностного натяжения прижать эту струю к носика на низких скоростях. То есть, когда начинаете разливать чай, когда заканчиваете разливать чай. Высокая скорость истечения чая из носика проще всего достигается за счет достаточной разницы между объемом чайника и диаметром носика, ну, отверстия носика, ну и, возможно, еще всякие дополнительные ухищрения. Например, можно формой носика жидкость, скорость проистечения жидкости немножко увеличить. Ну, а что касается компенсации вот этой вот силы поверхностного натяжения, то ее можно компенсировать, если носик чайника имеет кленовидную форму и если нижняя губа носика, ну, по возможности тонкая, чтобы силам поверхностного натяжения было, ну, некуда натягиваться. Извините за такой грубый и не совсем точный комментарий. На самом деле, еще одним фактором, влияющим на поведение струи, вытекающего из чайника чая при низких скоростях струи является упомянутая уже гидрофобность материала. Ну, то есть, грубо говоря, если нижнюю губу носика чайника чуть-чуть смазать маслом, то все будет еще лучше. Но это, конечно, уже такие запредельные перверсии. На самом деле, чайников, которые удовлетворяют этим условиям, на рынке достаточно много. По таким принципам изготавливаются и хорошие глиняные чайники, у которых и объем хорошо соотносится с диаметром носика, и нижнюю вот эту губу носика можно сделать очень тоненькой. По таким же принципам изготавливаются металлические чайники, причем как современные вот эти с носиком в виде гусиные шеи и которые используются чаще всего для кипятка, так и чайники достаточно возрастные, как вот этот, например, который сделан по тем же самым принципам и льет шикарно. Но, что любопытно, вот свойств чайника, ну, как бы не сопливить, они, ну, не особо заметно связаны с материалом изготовленного чайника. Ну, то есть, нельзя однозначно сказать, что глиняные чайники в этом смысле лучше, чем фарфоровые, ну, просто потому что глина бывает очень разной. И если из хорошей глины изготовить маленький носик с аккуратной губой достаточно просто, да еще и глиновидной формы, то с глиной, которой работает, ну, там, условный завод Псковский гончар, сделать такое практически невозможно. Там даже носик на клинышек не завести, приходится обрубать его по прямой, так, чтобы силы поверхностного натяжения действовали вот прям куда надо, ну, просто иначе этот носик сломается. Такая же ровная ситуация с фарфоровыми и металлическими чайниками. Ну, например, вот любимый нами нежно-дулевский чайник второго сорта фарфоровый льет отлично и очень аккуратно. А многочисленные чайники, которые проходят через наши руки при подборе, например, посуды для общепита, ну, бывают очень неаккуратными, причем по совершенно непонятным причинам. Вроде и как бы все параметры можно соблюсти, но вот не получается. Мало того, когда мы впервые оказались и в Лондоне, и получили возможность разобраться с тамошними чайниками, оказалось, что и там тоже все плохо. Вот. И, в общем-то, неудивительно, что значительное количество компенсаторных методов работы с эффектом чайника, о которых речь пойдет чуть позже, они как раз приходят к нам из-за рубежа. Операционное управление эффектом чайника — это умение работать с чайником так, чтобы его эффект не возникал. Ну, как мы помним, основные проблемы с эффект чайника вызывают тогда, когда струя из чайника льется медленно, то есть, когда мы стартуем, разливая чай, и когда мы заканчиваем разливать чай. Ну, и на самом деле все, кто с чаем более или менее работал, они понимают, что имеет смысл резко стартовать и резко замедляться, иначе, ну, как бы эффект чайника возникнет, хочешь не хочешь. Причем надо отметить, что те же самые металлические чайники, они в этом смысле попроще, у них защита от дурака посерьезней. В первую очередь, за счет чаще всего большого соотношения между объемом чайника и диаметром носика, а вот небольшие глиняные чайники, они, конечно, требуют навыка и требуют определенной ловкости рук, но ничего запредельно сложного в этом нету. В общем-то, научиться работать с таким чайником аккуратно достаточно просто, главное в чашку попадать. При этом надо понимать, что на рынке существует огромное количество чайников, которые, на самом деле, каплю не держат совсем. Дело в том, что для массового рынка чайник прежде всего является самостоятельным товаром, а иногда даже и арт-объектом, но отнюдь не инструментом, ну, как, скажем, для людей, как бы, более-менее внимательно заваривающих чай. И подавляющее большинство покупок чайников производится, ну, там, по внешнему виду или даже по картинке. Ну, и когда люди покупают понравившийся им чайник, интересный на внешний вид конструкции, они очень часто через некоторое время обнаруживают, что на самом деле этот чайник льет чай не только туда, куда надо лить, но и туда, куда лить не надо. А на самом деле капли чая, они расстраивают не только тогда, когда они оказываются там на белой скатерсе, но и тогда, когда они оказываются на блюдце в чайной паре. И поэтому существует еще целый, большой и очень забавный пласт борьбы с эффектом чайника, который мы решили назвать компенсаторным. Современный рынок предлагает два основных способа борьбы с эффектом чайника на тех чайниках, на которых он возникает. Первый способ это использование разных вставок и накладок на носик, которые, ну, как бы изменят струю. А второй способ это привешивание на носик разных гигиенических впитывалок, которые не позволят пролившемуся мимо чая попасть туда, куда не надо. Мы начнем, пожалуй, с вставок и накладок, потому что они не такие безумные. Всякие разные накладки и вставки, корректирующие течение жидкости из сопла, они на самом деле давно и хорошо известны и довольно распространены. Наши винные коллеги, например, с удовольствием используют такие вставки, пластинки из гибкой фольги, которые вставляются в горлышко бутылки для того, чтобы разлив вина по бокалам был более аккуратным. Наши коллеги из барной индустрии охотно используют гейзеры, вставки в бутылки, которые позволяют разливать жидкость медленно и печально, будь то ликер или водка, например. Люди, которые работают в лабораториях, знакомы с такими штуками, как разливочные кольца. Это кольца из гидрофобного материала, которые вставляются в горлышко бутылок и позволяют разливать всякие опасные или ценные жидкости с максимальной аккуратностью. Короче говоря, в том, чтобы изготовить какую-нибудь нахлобучку, например, из силикона, которую можно будет надеть на носик чайника, аккуратно там подогнуть или подрезать, придать нужную форму. Ну, в общем, нет абсолютно ничего сложного. Конечно, этот товар специфический, но если погуглить Типот Спаут или Типот Спаут Пуллер, то можно найти варианты таких штуковин, как правило, опять же, повторимся, изготовленных из силикона. На том же Амазоне они есть, чаще всего они выполняют двойную функцию. С одной стороны, компенсируют эффект чайника, а с другой стороны, защищают носик от случайных механических повреждений, но это уже менее важно. Вставки в носике чайников можно гуглить по термину Типот Дрип Клипс или изготавливать самостоятельно из алюминиевых банок. На самом деле, эти вставки, ну, они очень простые, они фиксируются в носике чайника и создают, ну, дополнительную точку фокусировки жидкости. Они работают по тому же самому эффекту, который знаком всем, кто хотя бы раз прикладывал соломинку к капелькам березового сока на березе, ну, то есть, работают как направляющие. Штуки эти выглядят очень причудливо, если их вырвать из контекста, ну, ни за что не догадаешься, для чего они нужны. Их в чистом виде можно, наверное, использовать как вопрос в каких-нибудь интеллектуальных играх на раздевание. Ну, то есть, если по картинке или живьем ты не определяешь, для чего эта штука используется, снимаешь сапоги. Но вершины научной мысли, стремящейся компенсировать всякие разные неприятности, являющиеся следствием эффекта чайника, является навесное впитывающее оборудование для носиков чайников. Оно бывает двух видов. Бывают такие, ну, назовем их так, гигиенические кольца, которые просто надеваются на чайник и улавливают в себя капельки. А бывают такие поролонки или какие-нибудь накладки из впитывающей ткани, которые фиксируются на чайнике с помощью системы резинок, ну, иногда там еще каких-нибудь игрушечек. Все эти штуки, они, конечно, являются замечательными сувенирами и каким-то таким совершенно замечательным полем для рукоделия. Но представить себе их повседневное использование в реальном быту у нас не очень получается, причем, ну, не с точки зрения элементарной гигиены, не с точки зрения вселенского разума. Но они на белом свете существуют, и мы должны были о них рассказать. Канадское издание The Globe and Mail опубликовало на днях большой материал о ройбосе, главным образом посвященный восстановлению исторической справедливости в вопросах распределения прибыли от продажи этого самого ройбоса. Ройбос, как известно, изготавливается из листьев эспалатуса линейного. Растение эндемичного для Сидерберга. Это такой горный хребет на север от Кейптауна, там километров 200. Ройбоса в год изготавливается 15-20 тысяч тонн, год на год не приходится. По сравнению с чаем, кофе или даже с матой это ничтожно мало. Но, тем не менее, на рынке чиреподобных напитков ройбос хорошо заметен. Он без кофеина, у него узнаваемый, но при этом очень легенький вкус, который, с одной стороны, не напрягает, с другой стороны, хорошо принимает всякую ароматизацию. У него такая яркая терруарная история, потому что кроме вот этого юаровского региона он больше нигде не выращивается. Короче говоря, это такой отличный специалитет. Мало того, у ройбоса есть регулирующий совет, у регулирующего совета есть сайт, ссылочка есть снизу под роликом. Сайт не особо информативный, но там есть фотографии красивые, там есть рецепты, короче говоря, красота. Официальная история ройбоса началась в конце 18 века, когда переселенцы в Южную Африку из Голландии начали использовать его в качестве альтернативы привычному чаю. Ну, просто потому, что чай был привозным и дорогим, а ройбос местным и дешевым. Коммерческая история ройбоса началась в 1904 году, когда выходец из России с характерным именем, российским именем, Бенджамин Гинсбург, начал его экспорт из Южной Африки в разные другие страны. Ну, а индустриальная, современная индустриальная история Ройбоса началась и вовсе совсем недавно, в 1930-х годах. Но есть во всей этой истории один нюанс. Дело в том, что голландские и всякие прочие переселенцы в Южную Африку, они пришли не на пустое место. В тех краях, где растет Аспалатус линейный и тогда жили и сейчас живут готентотские племена. Не путайте с гугенотским, это другие племена. И совсем недавно, в тысяча... нет, в 2018 году представители двух готентотских племен Кхой и Сан, они смогли доказать, ну или убедить всех в том, что Ройбос на самом деле является их традиционным национальным напитком, которому они научили белых людей и прибыль от которого они сейчас совсем не получают. Ну, то есть вот они показали белым людям, как с Ройбосом работать, белые люди начали на нем заработать, а Кхой и Сан ничего не получают. В 2019 году активисты этих двух племен Кхой и Сан добились того, чтобы полтора процента от продажной цены, фабричной продажной цены всех Ройбосных компаний перечислялись в фонд вот этих двух племен Кхой и Сан. На самом деле, по глобальным рыночным меркам там совсем немного, чуть больше миллиона долларов, но, в общем-то, все равно приятно. Любопытно, что представители вот этих двух Ройбосных племен Кхой и Сан все валят на Гинсберга. Говорят, что именно он был тем человеком, которому они показали, как с Ройбосом работать, как его заваривать, а он начал им торговать. Они, короче говоря, ему доверились и открылись, поделились мудростью и даже не представляли, к каким потерям в будущем это приведет. Ну, несмотря на то, что на Гинсберга, конечно, всем все валить приятно и нам, в общем, ну, чужих денег не жалко, но надо отметить, что между началом коммерческой деятельности Гинсберга и официальным открытием Ройбоса, ну, скажем так, европейцам, прошло больше ста лет, больше века. Ну, как бы, первая такая нестыковочка. Вторая нестыковочка состоит в том, что вполне можно допустить ситуацию, при которой местные жители Ройбос не употребляли до тех пор, пока в тех краях не появились европейцы и культурно, и материально готовые к употреблению горячих напитков, потому что к тому времени они уже были знакомы с чаем и кофе. Так что, если среди наших зрителей и читателей есть специалисты по культуре готентостких племен, которые могут точно сказать, могли ли представители этих племен в конце 18 века иметь в своем быту горячие напитки, напишите нам, пожалуйста, на самом деле очень интересно. Ну, и за Гинсберга немножко обидно, конечно. Что же касается канадской статьи, то в ней есть еще один любопытный нюанс. Оказывается, в 1980-х годах изменилась технология изготовления Ройбоса. Его стали ошпаривать паром. Ну, то есть, помимо традиционных сбора, ферментации и сушки, начали еще обрабатывать паром просто из гигиенических соображений. И эта обработка сделала Ройбос более управляемым, позволила ему лучше храниться и вообще решила вопросы пищевой безопасности, но изменила вкус напитка. И на самом деле натуральный вкус Ройбоса, такой, как это, родной и сермяжный, сейчас знают либо староживы, либо те люди, которые могут изготавливать его самостоятельно. Это новая для нас, неожиданная и немножко огорчительная информация, потому что оказывается, что настоящего Ройбоса мы и не пили. Давно что-то мы не делали никаких пижонских чайно-гастрономических композиций и справляемся. Значит, смотрите, берем непальский черный чай или любой другой чай, у которого во вкусе есть такие сахаристые ноты. Завариваем его и пока он заваривается, берем парочку пиал и в каждую из пиал накладываем очищенные плоды личи. Ну, то есть семечка пусть там остается внутри, ну или косточка, значит. А вот сам плод от шкурки надо, конечно, очистить. В пиалку помещается две-три штучки, это не важно. Когда плоды личи там улягутся, наливаем на эти плоды личи чай, даем им немножко постоять, ну, буквально секунд 30 и пробуем. Пробуем и радуемся тому, насколько здорово фруктово-никотиновые тона личи вписываются, вот эти вот сахаристые и терпкие тона, ну, того же самого непальского или какого-нибудь другого черного чая. Ну и после того, как мы парой глотков насладимся, добавляем в эту композицию купуасу. Купуасу или теоброма крупноцветковая, это близкий родственник теобромы какао, того самого плода, из бобов которого изготавливают шоколад. У купуасу тоже есть плоды, тоже есть бобы, и из них тоже можно сделать, ну, там, сначала массу, потом шоколадку или что-нибудь еще. Шоколад из купуасу получается очень необычным. Ну, с одной стороны, он шоколад шоколадным, а с другой стороны, у него во вкусе есть такая хорошая, очень приятная, очень узнаваемая фруктовая нота. И эта фруктовая нота совершенно шикарно сочетается с тонами черного чая, который немножко постоял в личи. Надо, конечно, отметить, что чай с личи – это штука, достаточно распространенная в Юго-Восточной Азии. Так пьют чай и на Тайване, так пьют чай и в Китае. Но мы никогда не видели, чтобы такой чай пили с шоколадкой, и тем более с шоколадкой купуасовой. На самом деле, с обычным шоколадом тоже получится вкусно, попробуйте, но с купуасу вкуснее. И мы здесь, честное слово, даже почти не выпендриваемся. Это были «Чайные параферналии», новостной и немного развлекательный проект сайта ttips.ru. Если вам не сложно, в текстовой версии этого выпуска, ссылка на которую есть снизу под роликом, отметьте, пожалуйста, галочками те новости, которые вам понравились больше всего. Нам это здорово поможет. Еще больше нам поможет ваша поддержка рублем, оказать которую можно по другой ссылке, тоже снизу и тоже в описании ролика. Ну и не забывайте про наш блог «Путевые заметки чайного клоуна». Новую статью мы в нем этот раз не написали, были новогодние каникулы, нам было лень. Но у нас там есть рубрика «Чай плюс», в которой мы поделились прошлогодним рецептом, который состоит в том, чтобы сушеные корочки свите, макать мед и потом запивать чаем. Это очень вкусно и очень празднично. Все для вас. Хороших чаепитий. Спасибо за внимание. Удачи!